Привет, это Reborn! У Гарги Эсса вышел новый ролик называется Call of Duty Vanguard Весь сюжет. Давайте его посмотрим Уверен будет офигенно, как и обычно Погнали! В сегодняшнем летсплее мы вместе с Барсиком погрузимся в удивительный мир Call of Duty Барсик, ты куда? По традиции в конце года все геймеры готовятся к самым громким игровым релизам Да ладно, да? А чё, какие релизы должны быть? И этот раз не исключение Наконец-то дождались А, понял, это которые уже были Я думал, что за новенькое нас ожидает Всё окей, хорошо Шикарные просто оценки 2 и 3, 0 и 5, 3 и 5 Охренеть Но весь год было интереснее наблюдать за корпорацией Добра Activision Blizzard А, они же Call of Duty делают точно То есть все это время вместо них игры разрабатывали Малазийцы, китайцы, другие американцы Но только не Blizzard Американцы на разработку этой системы Мы потратили миллиард долларов У меня ушла там бутылка водки И «Бессонная ночь» Ха-ха-ха-ха-ха-ха, а интересно про что Про чего он там и говорил Ха-ха-ха-ха-ха-ха Ведь это время они были заняты очень важными вещами Какими Ммм-домогались друг друга А, я об тебя домогаюсь Нет, я об тебя домогаюсь При этом всеми любимой глава Activision, Бобби Котик Почему-то скрывал эту забавную информацию о компании на протяжении 10 лет прокомментировал данную ситуацию домогаться плохо геймпас заебись по итогу активизион пошли на крайние меры для борьбы с белыми мужчинами натуралами так наняли начальника отдела кадров дисней серьезно у нас проблемы маленьких а чтобы вернуть компании былое величие бобби котик уменьшил себе зарплату на 9 а я думал член что уменьшил зарплату на 99,96% ты что ничего не получаешь что ли? Лев настолько много получал что и вот эти вот 4 соток процента это хрена 99% и даже пообещал не выплачивать сам себе премию в 200 миллионов хотя бы пару недель охренеть премию не хватало из-за этого говна переживать жизнь продолжается и с этого момента над Call of Duty работают сразу все студии а в мультиплеер будут добавлять таких известных персонажей серии как Капитан Америка и Индиана Джонс и Эрен Йегер зачем? серьезно? серьезно? Call of Duty Vanguard получит как раз овер с аниме Атака Титанов что за фигня? реальная игра называет The Vanguard Fortnite Edition ахахахаха из-за атаки Титанов есть безумный дед ахахаха который правит столько лет что же думает о новой Call of Duty Vanguard старые фанаты? так мы в церкву ходим перед каждой игрой перед каждой игрой но Vanguard все же смогла дать ответ на главный вопрос можно ли прожить на три с половиной тысячи рублей? и за эту сумму мы нет получаем практически настоящий классический мультиплеер колды времен Второй мировой на немцев мультиплеере к сожалению денег не хватило а все белые персонажи заблокированы поэтому роль фашистов по очереди выполняют чернокожие женщины серьезно? ты посмотри телки с членами но главная инновация это разделение игроков на два класса тех кто задонатил и тех кто да это по-моему везде уже практически так кроме Стражей Галактики естественно благо все еще остается зомби режим без сюжета без пасхалок без персонажей без полноценных миссий в игре созданной пятью студиями как они блять эту игру разрабатывали? при этом Warzone бесплатный мобайл бесплатный что серьезно Warzone бесплатный? ну у меня он не это и не пойдет и места тупо не хватит вот сколько там 250 гигов уже весь если не больше в прошлой части с лопаты раздают но именно эту часть решили продавать за жалкие 6 тысяч рублей охренеть на ПК что делать будем? рычеяне? в современном девушке не играть уже давно пора запомнить парень геймер это успешный и состоятельный человек скорее всего из каждого свои способы заработка но я как настоящий зарабетчанин побывавший в этой вашей Европе а гарантированный способ найти работу за пределами России выучить нужный язык о это у нас рекламочка ну-ка давайте посмотрим рекламки у Каргэса офигенные просто руссковка и самой комфортной европейской страной по мнению внука известного художника и самокатного дегустатора является Чехия даже при поступлении на учебу все что нужно будет это знание чешского языка Чехия в целом готова принять кого угодно если вы выучите ее язык и с этим уже 20 лет помогает школа go study они делают в принципе слышал про эту школу теперь все для того чтобы по-моему ее один небезызвестный блогер рекламировал тоже бешно улететь и не обещать вернуться профессиональные педагоги научат вас языку и дополнительным предметом а команда куратора помогут с определением профессии местом поступления получением визы и переездом еще и путешествия по европе устроят а вот сумку за вас не соберут единственный минус по окончанию годового курса go study а вдруг теперь соберут после такой-то рекламы на экзамен по чешскому языку на уровень b2 и абсолютно бесплатно поступаете в чешский вуз с этого момента выпал прикольно мне кажется я уже староватый чтобы идти еще в один вуз по цену человек с европейским диплом который даже не подстаканник а можете выбрать для себя любую страну в европе подробности о курсах на сайте госстади по ссылке в описании ведь для успеха в этой жизни нужно деньги чтобы платить за обучение учиться 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 к сожалению создатели колды умеют только эволюционировать в обратную сторону а это называется деградировать только вопрос на что они рассчитывали выпуская вангвард незадолго до баттлфилд 2042 в мире где существует бесплатный мультиплеер богоподобно халло инфинити этот человек стоит неподвижно уже час он не шевелится и не разговаривает по итогу мы имеем худшие продажи в серии за 14 лет хрена себе серьезно просто и раньше как я как раз слышал то что колда продавалась там миллионными экземплярами за неделю или там за сколько короче рекорды по моему ставила когда-то даже а сейчас она охренеть не продается да и впервые в истории бесплатный период практически на релизе игры прикол единственный стимул покупать новую колду остается сюжетная кампания на целых 4 часа я конечно люблю короткие игры да но ну не на 4 часа но там часов 10 куда 4 часа чё это за херня по стоимости 14 походов в кино тут какой-то наебал во спасение дем... да мне кажется больше чем 14 походов 20 они как главная мегабайт сотен тысяч прекрасных мужчин я сам пройду за вас весь сюжет давай и расскажет нам его за 12 минут они меня ждут просто 12 минут осталось до конца ролика эти неприятности и если в прошлых частях в начале был хотя бы какой-то мультик теперь сюжет объясняют черным экраном да нынче это популярно это настолько им было лень рисовать да или настолько денег жалко лупи черный экран фаркраши черный экран я люблю черный и черных ахахаха ахахаха ты не маленькая на поезде покататься дали я даже немного взмок едем мы вместе с братками искать документы по секретному немецкому проекту феникс прямиком в германию во время войны с чернокожим командиром объясняют это тем что весь отряд из 6 главных героев это лучшие солдаты собранные со всех стран мира ахахаха именно поэтому каждая немецкая овчарка способна нас убить с одного укуса да хотя бы после каждой смерти дают почитать пацанские цитаты а ловят практически сразу после поезда американец свалил первым прикольно да лучшие солдаты приехали да их сразу поймали в самом начале что-то нихрена по моему они не лучшие не стартового персонажа забили стулом даже не назвав его имя русскую бабу здесь называют Иван ахахахаха какого хера я тоже тебя люблю Иван чернокожего британца командира даже немецкий главнокомандующий офигел ахахаха головтёти по старинке учит нас культурным различиям вам нельзя колотить женщину ай пока нас везли на допрос черный шартур настолько приунул от буллинга что у него начались афроамериканские флешбеки и когда показывают мультик графика действительно потрясающая согласен в катсцена графика здесь прям очень классно но мне нравится по крайней мере ну я когда смотрел другие ролики по вангварду я такой больно это классно а вот сама игра что-то как-то но есть один минус мультик заканчивается а дальше нам пытаются продать квадратное дерево и мерцающий туман за 3500 ахахахахахаха как в тему после воссоединения артура со своей армией нам презентуют новую уникальную фишку call of duty каждый из персонажей обладает суперспособностями и способность черного артура повелевать белыми и даже у его подчиненных есть способности например они проходят сквозь текстуры и используют технику теневого клонирования возможно это благодаря правильному питанию это отличный вкус прям как дерьмо походу это оно и есть и тебя просто обманули песик задача у артура проста спасти нормандию для этого всего лишь нужно проехать по минам у поля на грузовике и уничтожить артиллерию на удивление все получилось ведь у машины выключили двигатель и ее никто не услышал а как она ехала интересно не знаете почему она не попала ни на одну мину а немцы были заняты крайне важными делами грошка моя по тебе скучаю бухают миссия практически выполнена если бы не бракованная сигнальная ракета в обычном жеза все что-то должно быть и а что как обычно что-то пошло не так короче флешбек был про то как артур и другой член отряда ричард стали лучшими друзьями у него была запасная сигнальная ракета в настоящее время нашу команду привозят в берлин артура подобного зверства я не видел давно этот расист оскорбил артура черным назвал его расу сильнее белых и затушил сигарету об шею я тебе сердце выжгу о это же этот холмс следующий на допрос ведут русскую снайпер шуполину и с этого так она же иван момента начинается еще один флешбек и это пожалуй самая насыщенная и единственная довоенная локация работяги наслаждаются прекрасной едой из прошлого уровня Райское насмаждение вообще богатый городишко всюду новенькие машины к сожалению студия бедная поэтому машина одна но разных цветов ХАХАХАХАХАХАХААХАХАХАХАХАХАХАХХАХасХ одни горожане занимаются благоустройством квартир перетаскивая диван через текстуры другие покупают свежебородинские даже не используя сверхтехнологичные продовольственные карточки местные урбанисты заняты ландшафтным дизайном бочки с нефтью тупо стоят на каждом углу roller на себе. Давайте две пойду продам. На таких бессмысленных деталях, как разные модельки персонажей в метре друг от друга или анимации губ при разговоре пришлось сэкономить. Они, по-моему, просто кивками разговаривают. Но в целом получился прекрасный европейский городок. Прекрасный? А чё, в смысле Сталинград? Я понял сразу то, что это Советский Союз был. Просто там как бы этот наш герб, да, вроде, да, герб там висел. Я такой, чё-то ни хрена не похоже на Россию. Пару часов до бомбардировки? Ёбаный рот! А нет, всё в порядке. Тут советские солдаты заполняют налоговую декларацию 44-го года на немецком. Нахренеть. А все жители упоминают какую-то Россию в 1942-м. Пол России. Главное не спрашивать Буби Котика, когда началась эта самая ваша война. Что? Знакомят нас в этот раз семейством? Петрович. Живут они, как обычные советские граждане. Под бдительным присмотром вождя. Но вся патриотичная феминистка, которой почему-то запрещают становиться снайпером. Почему? В общем, она же встала, значит, не так не сильно запрещали. При том, что женщин-снайперов набирали целые дивизии. Женишку в армию не взяли, судя по всему, из-за его нетрадиционной партийной ориентации. Там такие, как я, не нужны. И только Батя... Я последний выживший натурал на планете. Батяня настолько прекрасный любовник, что его фотографии буквально в каждой квартире. Серьезно? Даже у других мужчин. Даже его имя напоминает о чем-то великом и гетеросексуальном. Жили они богато. На ужин ели ватрушки и гладили винтовку. А чай завар... Почему это винтовку они гладили? ...в трех самоварах. После детального изучения каждого полигона нас отправляют на работу в медчасть. Естественно, по крышам. Вы что, хотели полноценную улицу? С дорогой? В Activision нет таких денег. Но на крыше можно встретить много интересного. Например, двух ссорящихся братьев. У меня семья. О, смотри, у этого хотя бы губы открываются. У меня семья. Как только мы добираемся, резко начинается немецкая бомбардировка. Ну, блин, как обычно, да? И теперь нам нужно идти обратно. Но со взрывами и перестрелками сфелепортируем все немцами. Батю спасти как-то не получилось. Ну, ву, бед батя. И теперь цель у нас одна. Выжить вместе с братом. Что достаточно просто, ведь Полина каждую секунду говорит на сколько она хорошо стреляет. Я такой охуенно важный. Я ведь такой охуенно важный. По-моему, он сам себя просто убеждает в этом. Хотя эта история как-то не слишком понравилась надзирателю, который спрашивал ее немного о другом. Блин, я чуть не пересрался, что громко-то было. После допроса Полины все члены отряда четко решают, что ни за что не скажут, куда делся шестой. Ибо каждый из них за что-то сражается. За булочку! И в этот момент шестого американца ловят. Как удобно! Немцы хотели узнать от него только одно. Дорогой, где ты был? Стрелял по лягушкам в Германию лазером из космоса со спутника. Это в Германии или нет? Или в лазером из космоса? Вместо этого он начал рассказывать флэшбэк, как летал на самолете. У всех местных персонажей, видимо, прослеживается... Шизофрения! Ну за самолётики респект! Заставить 20-летний движок колды делать что-то, кроме бегать и стрелять? Не иначе, как чёрная магия! Правда, по украблению складывается ощущение, что самолёты созданы примерно как поезд из Fallout 3. В конце мы эффектно сбрасываем бомбу на японский крейсер. И остается... Блин, а красивый взрыв. ...бьётся только вопрос. На кой хер в этом отряде пилот? По итогу все флэшбэки уже окончательно заебали хоббита. Одна история за что он набивает того самого друга Черныша Ричарда, которого пока... Бедняжечка. ...дали распять за игру. Кто-то назовёт это драмой. Но на самом деле это урезание бюджета на флэшбэке ещё одного персонажа. В это время Гитлер умер. И в здании гестапо началась паника. А это значит, что вся игра не имеет никакого смысла. И Гитлер тут ни при чём. И если до этого флэшбэки начинались под стрессом или на допросе, переход на новый флэшбэк воистину гениален. Чёрный экран. Американец разбивается где-то на острове. Раненый, оставшийся в одиночку. Он должен сражаться против сотен японцев. И в этот момент в нём проснулись суперспособности. Наш пилот умеет видеть врагов сквозь текстуры, стрелять с аимом, подсвечивать мины и замедлять время. Ой, как удобно. Согласен. Но нас всё же ловят какие-то неправильные японцы. Почему неправильные? Вроде разговаривают, а субтитров нет. Ты что сказал про мою маму? И в этот же момент всех их сожгли бравые афроамериканцы. Откуда они здесь взялись? Опять непонятно. Они в принципе выиграли всё это сражение. Да? А на остров буквально телепортировались своей вуду-магией. Грена себе. Ну учите меня так же, пожалуйста. Будет круто. Улетая, наш герой понял две вещи. Только командой можно что-то сделать. И чёрные сила. И снова реальность. Я игру купил ради флэшбэков. Как вы посмели целую минуту и 40 секунд показывать мне сюжет? Это возмутительно. Оказывается, Полина как-то пронесла в тюрьму нож. Что даёт нам... Даже никто её не проверил. Да, она там сидела на допросе и её даже не облапали ни разу. Серьёзно. Чё за херня? Это так не должно работать. Шансы на побег? Чтобы не вдаваться в увлекательное путешествие ножа, нас отбрасывают обратно в Сталинград. Наконец-то нам раскрывают суперспособности Полины. Она может лазить по стенам. Паркур. Залезать в дырки. Трудный братик, я застрял. И приказывать Миши умереть. Бля, я Маслину поймал. По неизвестной причине брата подстрелили. Ему пришлось пожертвовать жизнью ради сестры. И озвучка в этот момент вытягивает всю драматичность сцены. Иди, я их задержу. Практически. Братишка. Я тебе по... Блин, реально, что-то как-то женщина не доиграла. Целью Полины остается офицер Штайнер, который чисто по приколу ездит на танке по Сталинграду и расстреливает всех подряд. И убить его у Полины было целых два шанса. Да, еще не убила. Но для сильной и независимой женщины это слишком легкий путь. Надо подойти поближе, да? Настоящие разборки только на ножах. И убить Штайнера можно только трижды ударив со спины. И плевать, что я нанес ему. 28 ударов ножом. Вообще, все претензии к Полине отпадают, когда узнаешь, что ее озвучила Эбби из последней АС-2. Так как Германия уже начинает бомбить, жестокость допросов переходит на новый уровень. Заключенных... Прикольно, да? Типа, вас бомбят, а вы допросы продолжаете вести. Какая нахрен разница? Беги, чувак, беги! Пытаются подкупить сигаретами и деловыми предложениями. Скажешь правду, мы тебя отпустим. И последним на допрос ведут австралийцы, чтобы показать нам сразу два флэшбэка по цене одного. В чем подвох? В них нет сюжета. Мы просто стреляем. Это практически тир, но с новой суперспособностью. Нам дают сразу несколько гранат вместо одной. И покажут мультик с танками. А мог бы сейчас сыграть в холло. Услышав последнюю... Сторинодзиратель наконец-то понял. Все. Это не связано с войной. Да ну! А значит, проект Фениш все это время был секретно. Операция по спасению третьего рейха через побег центрального правительства в страны союзники. Что? Нет, серьезно. Именно так это и объясняют. А тебя, значит, не позвали? После чего мы сбегаем благодаря ножичку и убиваем хоббита за жесточайшие пытки над нами. Жалко хоббита. Твои сигареты, говно! В это время немцы отмечают поражение Германии. Три года мы ждали этого момента. Вы что, ебанутые, что ли? Походу, так оно и есть. Мы охотимся на нового фюрера Фрейзингера, пока он не сбежал. И его поимка заняла целых пять минут сюжетного тира. Серьезно, они даже не оборачиваются. Но вот уби... Прям очень умные. NPC, да? Видеть его не получится. Ведь Фразингер сам так сказал. Вы меня не убьёте. Ну ладно. Я прощаю тебя. Зачем мне дали свободу выбора? И всё равно убили. Какой смысл? После чего спокойно улетаем из Берлина. И какая удача. На случайном самолёте были именно те документы, по которым послали нашу команду. Серьёзно? По-моему, это самый ленивый сюжет, который я когда-либо видел. а воскрешение мертвых теперь канон они официально сделали зомби-режим каноничным чего это что в вольфенштейн что ли сука и на этом все три года весь этот список людей с титрами на полчаса делали игру с 20 минутами сюжета и тремя часами флешбеков battle 4 1 набор сраных миссий был лучше чем сюжет колды в катсценах мультиплеера больше сюжета чем в игре сука вот это его бомбит после прохождения call of duty вангвард и пары недель в мультиплеере вывод для всей серии напрашивается печальный убейте меня нахуй я уже съемал если в следующем году повторится то же самое вероятнее всего это станет последняя call of duty для большинства фанатов ну возможно отдавать за такое деньги на фоне бесплатного конкурента от microsoft на фоне бесплатного конкурента десятка бомжей это смешно и так как скоро релиз халлоу тебя есть два выбора в диалоге подписчик этот летсплей собирает 50 тысяч лайков я думаю соберет потому что это как обычно мега офигенно было ты получаешь полноценное видео или не собирает но играть в халлое все равно буду я жду полноценное видео по халло это просто восхитительно как обычно огромное спасибо за этот ролик я и от души поржал и понял что что как-то меня охота играть в call of duty мне в принципе так не было желание если честно а теперь понимаю что у я но не нужно а вот в батлу я поиграл там баги прикольные лайк ульски уже под роликом поставил если вам понравилась моя реакция не забывайте ставить под ней лайки обязательно подписывайтесь на канал оставляйте комментарии с вами как всегда был реборн спасибо за просмотр всем пока